Я вдруг их не будет никогда. Блин, только не пойди кровь. Я должна это проверить. Довольно опасно вообще. Привет, мои хорошие! С вами Селена Свои. И сегодня у нас будет очередной выпуск покупочек FixPrice. Я зашла недавно в магазин. И много-много новинок вы можете увидеть на моем втором канале. В два захода я была в FixPrice. Новинок просто бешеное количество. Я уже, знаете, захожу каждый день туда. Нет новинок, нет новинок. И я уже расстраиваюсь такая, думаю, когда будут новинки, а вдруг их не будет никогда. И просто в очередной случайный день я захожу в FixPrice, в котором давно не было меня. И, блин, там столько всего. И снова радость, фейерверки, салюты, FixPrice. Та-дам! Вот такой огромный пакет я взяла. И, как всегда, я еще взяла видео для своего второго канала, где мы будем прям тестировать конкретно. В общем, одни новинки, мне кажется, я взяла. И такие приколюшные, что вы сейчас офигеете. Хочу скорее вместе с вами распаковать все. Так, первое, что я хочу показать, это вот такого единорожка. Я, кстати, специально, как вы видите, на фон ничего не положила, потому что сейчас мы с вами его откроем. И как раз он сюда отлично впишется, наш единорожек. Мы его включим. Этот необычный единорожек не такой, как те были. Он у нас здесь с мерцанием, да? Он побольше. И он очень должен классненько гореть. Вот. И я скорее хочу его распаковать. Стоит 199 рублей. Отлично, да? Открываем. А-а-а! Блин, я конкретно... Кровь, только не пойди кровь. А-а-а! Больно-то как? Не кайф, когда больно. Так, здесь нужно две батареечки. Вот такой вот он красивый весь. Мерцайка вообще. Пойду за батарейками. Ну что, вы готовы? Включаю. Какой он красивый! Единорожек! Будешь тут стоять? Или он должен вот с этой стороны стоять? Как бы рогом на нас смотреть, да? Вот так. Поставлю так. Вроде не мешает. Нормально? Поехали дальше. Так! Стельки! В прошлом своем видео я вам показывала, сколько тысяч стелек я набрала. И вот появились новые. Верх ногами держу. Верблюжьи стельки теперь, понимаете? 77 рублей. Но они прям зимние верблюжьи. Они прям такие прям вообще огромные. Давайте откроем. Я просто в этом году, почему набираю стельки, я планирую ходить в своих осенних ботах. Смотрите, вообще толстота какая! Ухо! И мягенько, главное. Мне прям интересно проверить, насколько оно все будет мягкое. У меня обувь, она обычно чуть-чуть прям... Ну, можно, можно, можно. В мартинсы можно засунуть. Посмотрим. Прям интересно. В общем, вот такие вот верблюжьи стельки. 10 тысяч стелек у меня, реально. Так, что еще хотела я вам показать? Серчатки. Варежки, точнее. Я взяла варежки, да. Долго я выбирала, какой же цвет мне взять варежек. У меня никогда не было варежек. Только в детстве, наверное, вязаные варежки были. А вот таких не было. И мне кажется, что вот как раз-таки, знаете, когда очень сильно холодно на улице, и вот с малым я иду гулять, мне прям вот хотелось бы прям варежку. Я себя много раз ловила на мысли, что я хочу прям руку в варежку засунуть, а не в перчатку. Потому что перчатки разъединены пальцы, и, например, холодно. Все равно холодновато. Даже в садик малого вот так отвезти, просто одеть перчатку, взял вот так вот, да, все, и повез его. Там есть бежевый, есть пудрово-розовый цвет, есть светло-бежевый, есть серый, темно-коричневый, коричневый. В общем, разные. Я долго выбирала, какой цвет взять, но потом подумала, что я либо буду ходить в своем сером пальто, утеплять его как-то, синий пойдет туда хорошо. Возможно, я захочу синий берет, пойдет. У меня есть синяя шапка, пойдет. Под черный пуховик, подойдет. Под серую шубу, подойдет. В принципе, все, что есть у меня на зиму с гардероба, под все подойдет именно синий цвет. Я решила взять, чтобы попробовать, вообще, буду ли я их носить, будет ли в них тепло. Стоят они всего лишь 199 рублей. Вот такая вот подкладка здесь, теплая, но все синтетическое. Конечно, все синтетическое. Если бы оно было натуральное, может, шерсть или что-нибудь, то наверняка бы грело, а вот синтетическое, не знаю, будем проверять. Но мне понравилось. Так, очень много косметических средств, я их потом покажу. Вот эта вещь я все-таки решила взять. Вам понравилось на моем втором канале обзор? Вам понравилось? Вам понравилось видео на моем втором канале? Обзор, где мы делали какие-то... Непонятное мы там плели. Да, мы что-то непонятно плели. У меня заживало волосы, короче. Я не останавливаюсь. Я хочу снимать для вас веселый контент. Но я надеюсь, что мои волосы не зажуют уже в этой штуке. И я покупала подобную на Алиэкспресс. Вы знаете, вы смотрели на этом канале. Я делала обзор, по-моему. Но там было 4. Было 4 вот таких штыря. А здесь всего 2. И здесь такие у нас тропиканочки. Мне кажется, что этот должен быть проще. Поэтому мы с вами на втором канале его обязательно затестим и поржем. Кто хочет веселиться, то, пожалуйста, добро пожаловать на мой второй канал. Ссылка будет под видео. 199 рублей стоит вот этот набор. Жду не дождусь. Прям не терпится оттестить его. Так, и... Так, это косметоз, косметоз. Взяла вот такую губку для обуви бесцветную. Что-то в последнее время хотела протереть свою обувь. У меня много кожи на обуви. И что-то не смогла найти просто прозрачную губку. У меня черные почему-то. Почему у меня коричневая, бежевая обувь? Ну, не бежевая, а серая. У меня было прозрачной губки. Взяла. Копейки стоят? Не помню. Так, так, так. А, взяла вот такую приколюху. Это вы, наверное, видели в обзоре. Так, что это за приколюха? Сейчас вот это вот покажу. А дальше косметика. Это, вот кто помнит, такие, блин, капитошка. Его называли капитошка. Антистресс цветной. Вот. И я помню, что мы такие делали. Я на втором канале говорила. Уже крахмал засовываешь и просто в обыкновенный шарик. И заматываешь вот так. Как бы делается легко и просто такая штука. Но он такой мягенький, классный. Его прям трогать как. Мне интересно, понравится это моему Дэньке. Главное, чтобы он не проткнул. Он чем проткнет? Я только могу ногтями своим проткнуть, да? И не посыпался весь крахмал наружу. Но очень классная штука. И для рук очень, очень приятненькая. И были там разные цвета. Такой вот капитошка. Прикольный вообще, не могу. Вот. Еще взяла вот такую вот штуку. Это ремонт сколов и царапин для машин. К сожалению, моего цвета не было. У меня такая темно-коричневая. Такая бордо-коричневая, вишневая какая-то машина. Вот. Но там не было таких цветов. Это как раз таки вот для сколов. Интересно так написано, что здесь работает. Избавляет от сколов, царапин. На лакокрасочных поверхностях автомобилей. Самый экономный, быстрый, качественный ремонт. Не требует профессиональных навыков защищать. Обработанные участки от коррозии. Не вымывается после многочисленных моек. В общем, все в комплект входит. Все делается что-то очень легко. Я взяла черный, потому что у моего брата черная машина. Я нашла там черный такой карандашик. А так там есть и серебряный, и белый. Ну, наверное, для каких-то базовых три цвета. Вот. И спрошу у брата, есть ли у него царапины. Если есть, то на свой второй канал я обязательно сниму обзор. И мы попробуем заделать его царапинки. Таким вот карандашом. 77 рублей стоит какой-то восковой карандаш. Мне стало безумно интересно, честно говоря. Устойчиво к вымыванию еще. Неужели можно убрать царапины с машины вот так просто за 77 рублей? Я должна это проверить. Интересная приколюшка, следующая новинка. Всего лишь 99 рублей. Там вообще новые зеркала завезли. Там зеркала вот у меня с полочкой. А там еще какие-то две полочки прям. И я такая думаю, не нужны мне зеркала, не буду я брать эту новинку. Там есть белый цвет, голубой и черный. Не буду брать, но прохожу я чуть-чуть дальше и вижу такого плана зеркала. Ну, просто невозможно, понимаете? Я должна была это взять. Тем более оно стоит 99 рублей, а не 109 рублей. Давайте откроем скорее и посмотрим. Ааа, не сломай свои ногти. Белое. Я вообще все белое, когда вижу, люблю. В общем, смотрите, открываю. Здесь зеркало. Зеркала очень классные. Мне всегда очень нравится, как я выгляжу в зеркалах из фикс прайса. Здесь внутри вот такие отделения. Фокус, да? А здесь вот такая выемка, как видите. И сюда ставится наше зеркало. Просто. Вы знаете, что можно с собой вот так коробочку взял? Какие-то косметику взял? Где-то накрасится? Раз. Поставил. И стоит. И как вот стоит. Все, вы красите, все, у вас лежит. Все. Конечно, на картинке нарисовано как-то... Как-то не так. Как будто зеркало стоит не в этой выемке, а чуть-чуть подальше. Но вообще оно должно стоять в этой выемке. Видите? Просто здесь остается меньше места. Ну, можно убрать, взять что-то и обратно поставить в зеркальце. В общем, вот такая вот штучка. Мне показалось, она прикольная. Интересно, если какие-то мелочевки здесь хранить, в принципе, то можно крышечку использовать. Закрыл, убрал. В общем, интересная вещица. Но она стоит 99 рублей, поэтому я не пожалела на нее денег совершенно. Девочки, это просто пипец какой-то, блин. Хотела для обложки сниматься, представляете? Ё-моё, поставила это зеркальце вот сюда. Оно на самом деле здесь плохо держится. Оно не закрепляется, не защелкивается в этих вот штуках, знаете, чтобы защелкнулось и все. Просто оно ставится и как бы такое облокачивается, даже несмотря на то, что какая-то выемка здесь необычная. И все. И я, значит, расставляю вот эту вот косметику, чтобы красиво было. И просто у меня падает это зеркало, и просто вдребезги здесь все разваливается. Так обидно мне теперь. Вообще так плакать хочется. Слушайте, ну вроде не сильно так в разные стороны развалилось, но я еще думала, может, крышечка останется. Но нет, там такие выемки, и прямо на четырех точках было приклеено это зеркало. И вот там, где оно приклеено, там и остались куски зеркала. Остальное все развалилось. Поэтому я всю крышку выкинула. Но зато останется вот такая коробочка просто. И сюда, и сюда со всех сторон можно будет что-то поставить. В принципе, беленькое. Ничего страшного. И, кстати, когда зеркала бьются, вот для меня это вообще никакая неплохая примета. Ну вот раньше, да, помню, просто наши мамы там, типа плохая примета, зеркала бьются. Для меня наоборот даже, если вот у меня такая установка в голове, что если что-то такое случается, необычное, это все к лучшему. Это все какие-то такие знаки, которые тебе говорят, что ты идешь на правильном пути. Теперь пойдем за уходовыми средствами, средствами, средствами. Значит, первое, это влажные салфетки с мицеллярной водой. Очень захотелось мне попробовать. С мицеллярной водой гелем алоэ ионами серебра 60 штук. Давайте открою. Там еще были другого цвета. Я долго искала, чем они отличаются. В итоге не нашла, честно говоря. Ой, пропитаны очень хорошо. Запах очень приятный. И, кстати, очень мягкие эти салфетки, я вам так скажу. Мне нравятся. Классные. Сколько они стоят? Влажные салфетки с мицеллярной. 50 рублей. 50 рублей стоят. Классные. Я не пожалела, что купила. Они очень хорошо пропитаны. Дальше я купила вот такие интересные. 100% катон. Квадратные диски. Мне тоже показалось это интересным. Здесь их 50 штук. Здесь специальное отверстие, чтобы открыть. Почему-то я никогда не могу ватные диски открыть красиво. Почему? Не понимаю. Открываем. Вот они такие, смотрите. Не прошитые. Не прошитые. Но вот такие вот. Квадратные. И они большие. То есть, если здесь кружок сделать, то он такого размера. Но квадратик, он прям побольше. Видите? У него очень много. И они толстенькие такие. У него очень много может питаться. И прям можно всю мордочку вытрить. А так я использую все время два ватных диска. Так. Вот третий раз уже читаю. И не могу найти клиент с ватной диской. 77 рублей стоят эти ватные диски. Дальше. Из интересненького. Я буду тестить на своем втором канале. Вот такой вот интенсивный уход. Виноградно-сахарный. Для упругости. Скраб для тела. Мне показалось, что он очень интересный. Мне кажется, он очень вкусно пахнет. Но составы, запахи, и до, и после. Мы все это увидим на втором канале. Я прям даже открывать не буду, чтобы мои эмоции на видео были естественные. На своем втором канале я очень много тестирую продукции. Кто смотрит, знает. Именно точечно, да. То есть скраб из фикс прайса. И мы его конкретно тестируем. Все о нем узнаем. Откуда состав, запах, консистенция и результат до и после. Поэтому это будет на втором канале. Я сейчас покажу все, что будет уже на втором канале. На втором канале мы затестим вот такие классные вещи две. Это зубная щетка. Я их, смотрите, взяла. Видите? Они прям идентичные такие. Прозрачная зубная щетка. Она мягкая. Мы ее затестим. Насколько мягкая. Вообще, я не очень люблю мягкие щетки. Они реально, чтобы быстренько почистить зубы там, да, и побежать, когда нет совсем времени. И мне понравилось, что она такая прозрачненькая. Безопасная дверь. Написано на щетке. Вообще, мягкие щетки долго у меня не задерживаются. Стоит 99 рублей. А вот это, представляете, что похоже на какой-то гель для душа, да, или какое-то что-то, я не знаю, увлажнение какое-то. А это девочке зубная паста. Она там еще с какими-то частичками, смотрите. Очень необычная зубная паста. Мне понравился ее цвет. Это непонятные частички. Мне интересно, что они делают. Зубная паста с натуральными частицами органы для бережного очищения. Мне прям очень любопытно. Поэтому эту щетку в одном видео я протестирую вместе с этой пастой. Мы попробуем ее на запах, на вкус, на очищение. На до и после тоже все это будет. Также мне очень понравилось вот этот вот смягчающий крем-масло для рук и тела. Мы тоже его попробуем на видео. Мне очень стало любопытно. А может не попробуем, а может попробуем. Может я сейчас открою запах, вам скажу. Бонусом как бы, да, вперед. Сейчас пока открою. Э, как ты открываешься? Мне понравилось, что это что-то новое, такое масло, да. Именно запах макадамии. Орешки макадамии мне очень нравятся. Ой, блин, чего здесь так мало, смотрите. Половина прям. Ммм, запах классный. Консистенция, правда, как масло. Такое густое-густое прям, да. В общем, не знаю, протезию я его отдельно на втором канале, либо нет. В принципе, я вам все уже здесь про него рассказала. Может быть, только там буду пробовать уже непосредственно. Говорить об ощущениях. Как оно на теле, как долго оно впитывается. Систа прочитают. Все дела. В общем, смотрите, кому интересно. Сколько оно стоит, тоже не помню. Я все цены напишу здесь где-нибудь. Потом мне очень понравился алтайская косметика. Ночной крем-сыворотка от морщин. Гиалуроновая кислота плюс комплекс экстрактов алтайских трав. Разглаживает морщины, повышает упругость кожи. Тоже что-то интересное, непонятное. Все специально брала для теста. Здесь вообще какой-то то ли гель, вот как гель выглядит, да, что-то такое. Тоже интересно прочитать и состав, и все дела. Я просто вам говорю, что купила, как анонсом к своему второму каналу, чтобы обязательно туда, хитрю-хитрю, чтобы вы обязательно туда прошли и подписались, и смотрели мои видео там. Потому что эти покупки я прям беру специально для второго канала. То есть, если бы второго канала не было, возможно, я этого и не купила даже. Вот. А именно для второго канала беру. Мне хочется мало того, чтобы вам показать за тест, чтобы вы знали, что это за продукт, ты хороший, нехороший, стоит брать, есть ли смысл, да. Ну и самой, конечно же, интересно все это протестить. И я люблю приятное с полезным совмещать. Вот мой второй канал, это просто идиллия для меня. Совмещение приятное с полезным. Вот мне понравилось еще отбеливать зубы на три тона. Вот такой вот карандашик. Стоит он 199 рублей. Макс Бет просто. Вот. И да, у меня люминиры, виниры. У меня наверху люминиры, внизу виниры. Но мне кажется, что это за 199 рублей, честно говоря, он отбеливает, от налета убирает. То есть мне кажется, он разъедает как-то налет, что такое делает. Но ни в коем случае вашу эмаль не убирает, ну как бы не высветляет. Потому что это уже такое агрессивное воздействие. Мало того, что это не стоит дешево так, 199 рублей, мне кажется. И мне кажется, это было бы довольно опасно вообще такое продавать. Вот так вот, прям в свободном доступе, без особых инструкций, да. Потому что обычно отбеливают такое в салонах, как бы, да, с ультрафиолетом, лучами. Я когда-то делала отбеливание зуб, лет 10 назад зуб называлось. И это достаточно болезненно, да, там действительно отбеливается. Вот, мне кажется, честно говоря, карандаш это не делает. Но мы затестим на вкус, на состав, посмотрим. И мне кажется, вот свои венерки между зубками, да, вот это вот было бы классно поочищать все. Ну, вот в принципе и все. Все вот такие вот новиночки я вам показала. Надеюсь, мое видео вам понравилось. Если так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного. Я безумно жду новинки Fixed Price. И всегда надеюсь, чтобы они были качественные, интересные, вкусные. И для меня это прям праздник. Но если что-то будет некачественное, неинтересное и невкусное, то я обязательно вам это покажу, разоблачу, раскрою все тайны и предупрежу вас и сэкономлю ваши деньги. Поэтому обязательно ставьте мне лайк за мои труды, подписывайтесь на мой канал и на второй тоже, чтобы не упустить все классные суперские видео, которые я для вас готовлю. Все полезные ссылки будут под видео. А я с вами прощаюсь. До следующего видео и пока-пока.